Устали уже, да? Устали уже, да? Ну, вы извините, пожалуйста. Мы задержались, потому что мы задержались. Нет, мы задержались по объективным, конечно, причинам, но мы, наверное, Господа прославим чуть позже, да? Да? Вы не против? Нет. А я сразу вам представлю нашего дорогого гостя, архиепископ Сергей Журавлев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Миш, выставите, пожалуйста. Шаба-шалом! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу, дорогие друзья! Я очень рад сегодня быть с вами, и сегодня, и завтра. И хотя так немного задержались в дороге, в пути, но таки все получилось. И я благодарю Бога за Луганск, за эту возможность быть сегодня в Луганске еврейско-мессианское общение, за всех гостей, за всех собравшихся. Я благодарю Бога всемогущего. Ему вся слава и хвала. Со мной мой сын приехал. Я думал, еще дочь взять, но не получилось. Хотя она в отпуске, но не смогла приехать. Старших беру иногда с собой, иногда младших. У меня шестеро детей, три мальчика, три девочки. Слава Богу. И служение мое, реформаторское, православное служение, которое несу в последние годы. И благодарю Бога за это. Хотя в самом Луганске я впервые проповедую, первый раз в Луганске. Но я прошу Бога, чтобы Господь здесь, Он пробудил духовно и православных христиан, и христиан разных других конфессий. И чтобы Бог сегодня благословил Израиль, чтобы Бог сегодня благословил свой еврейский народ. Потому что, на самом деле, это очень важная молитва. Молитва последнего времени. Архиважная молитва. Молитва о пробуждении, спасении. Народа Божьего. Отец, я благодарю Тебя за ту возможность быть сегодня в общине Твоей. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер, за друзей моих. Спасибо Тебя за все, Господь. Ты благословил дорогу, Господь Божий, сохранил пути, Божий, привел сюда, в Луганск. И я прошу Тебя сегодня, говори в наши сердца, в наши судьбы. Говори каждому из нас, Господь. Потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать. Но с Тобой мы сможем сделать все. Наш Бог и Царь. Аминь. И, дорогие друзья, привет всем вам от Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. И от всех наших батюшек, матушек, от наших церквей. Всем большой привет от Украинской Реформаторской Православной Церкви, которая тоже входит в состав Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. И также, кроме украинской церкви, также и в России церкви, и Белоруссии, Молдова, Румыния, Грузия. То есть уже раз разных стран церкви православные, нового поколения, как правило, церкви, которые христоцентричны и которые, на мой взгляд, как раз должны принести большое пробуждение в православный мир. И сегодня, по милости Господне, трудятся в разных же странах. Слава Богу, подвижу уже угощение. Или это не надо? Детям. Детям все, детям. Хорошо. Угощение детям. Но нам сегодня духовно есть угощение, здесь, среди этого собрания. Среди нас сейчас сам Господь наш, Иисус Христос, Ишуа Маше. И Он есть центр и наших молитв, Он есть центр нашей жизни, моей жизни. И я думаю, что большинство собравшихся также имеет своим центром нашего Господа и Спасителя Иисуса. И Ишуа, Он говорил так, что где двое или трое, собранное во имя Мое, там и я посреди. И сегодня собрались мы во имя Его. И Он сегодня здесь самый главный и самый великий. И гость, и хозяин. Сегодня вечером и завтра вечером я буду семинар проводить, который назвали мы Израильный Церковь. Это очень важная тема. Очень глубокая тема. Конечно, за два вечера очень сложно будет эту тему охватить. Но сейчас, в этом шаббате, хочу вспомнить некоторые очень святые слова из Писания, из Ветхого, из Нового Завета, как мы это говорим. Но это одна Библия, это одно Слово Божье. Одно великое Слово, великое послание любви. И сегодня, когда миллионы верующих вспоминают удивительные события, но раз мессианская община, то уж мессианская община знает наверняка, что Тора, она поделена на определенные фрагменты для чтения. Каждый шаббат, каждую субботу, какие-то есть чтения определенные. Очень интересный порядок такой, испокон веков уже идущий, такой порядок чтений. И этот порядок был, в свое время была сама идея, сам принцип был взят и православной церковью в свое время для чтения по определенному такому порядку, допустим, книг Библии. Но в еврейской традиции это в самых незапамятных дальних времен существует. Традиция, это отводят чуть ли не к временам в самом Моисея. Историки называют гораздо более раннее время. Но есть традиции определенные. И вспоминаются, вот допустим, в этот шаббат, во всех синагогах по всему Медлецу Земли, читаются фрагменты из Второзакония, как мы называем это. И очень интересное чтение, очень назидательное чтение. Мы стараемся тоже держаться этого принципа, хотя это не то, чтобы обязательно, но желательно. Это объясняют многим очень христианам и евреям. Объясняю, что это желательно на самом деле. Это непринудительно, это добровольно. И в нашей церкви я тоже говорю братьям, сестрам, это не принуждение никакое, это добровольно, это совет, добрый совет. Это хорошая традиция. Есть плохие традиции, есть хорошая традиция. Это очень хорошая традиция. И ты Божье Слово изучаешь постепенно, фрагмент за фрагментом, шаг за шагом. И в сегодняшнем чтении, кстати, вспоминается из Паразакония также великое слово, наверное, единственное в Торе, молитва. Ну, хотя это не совсем только молитва, это скорее исповедание веры такое, знаменитый Шма Исраил. Вот вспоминается как раз именно вот этот шаббат. Спасибо большое. О, здесь и чай, и вода. Спасибо. Спасибо за реформацию. И эта молитва, которая вспоминается сегодня, она звучит во всех синагогах мира. Она звучит в устах евреев, в устах христиан. Это великая молитва, которая даже не совсем молитва, а скорее как символ веры нашей. Нашей веры. Исповедание. Самое краткое и самое великое исповедание веры. Слушай, Израиль. Шма Исраиль. Адонай Элагейном. Адонай Эхат. Слушай, Израиль. Господь Бог наш. И есть Господь Единый. Господь Один. И это действительно исповедание веры. И хочется, чтобы сегодня, когда Иисуса спрашивали однажды, что из самой великой Библии, что из самой главной Библии, то Иисус Ишуа ответил именно вот этим коротким исповеданием веры. Он сказал, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь Единый. И, значит, неспроста Мессия, именно с этого исповедания веры, он начал свой ответ. Потому что это основа всех основ. Слушай и исполняй это в своей жизни. Исполни это в своей жизни. Что Господь Бог наш, есть Господь Единый. И дальше он сказал тоже из Торы, что самое основное, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей. Спасибо. И ближнего, как самого себя. То есть вся Тора, вкратце, многие учителя об этом говорили, древности. Многие учителя современности об этом говорят. Разных конфессий при том, что всю Библию можно вкратце выразить такими словами. Люби Бога и люби человека. Люби Создателя, Творца своего, Всевышнего Бога и люби окружающих тебя людей. И в этом весь закон, в этом все пророки едины. В этом вся Библия, вкратце. Любить Бога и любить человека. И действительно, это самое великое, что можно сегодня сказать этому миру. Вот пока мы ехали сюда, с Донецка, на машине, там одна реклама такая. Я не видел ни разу такую рекламу. Там написано было, молоко, перемахай зло. Некоторые говорят, что красота спасет мир. Вот те поставщики молока убеждены, что молоко, допустим, спасет мир. Это получается. Вот. Но люди по-разному как бы мыслят. Но на самом деле мы знаем, что как-то лишь любовь спасет мир. Потому что Бог есть любовь. И самое главное, что Он выразил во всей своей Библии, в Своем Слове, это как раз любить Его, всемогущего Бога и любить человека. И заповеди, которые Бог дал, когда вывел из рабства свой народ, то все заповеди, вкратце также, и 10 заповедей основных, можно так выразиться, записанных самим всемогущим Богом на каменных скрижалях. Они об этом и говорили как раз. И говорят нам до сей час, по сей час, любить Бога и любить человека. Даже многие проповедники любят это вспоминать о двух скрижалях. На первой скрижале о любви к Богу, на второй о любви к человеку говорят. Очень красиво это звучит, конечно. Очень часто я в проповеде такое слышал не раз. Из уст иудеев, из уст христиан. Очень красивые слова. Но сегодня хочется вспомнить слова любви. Я прочту из пророков вначале. Я хочу прочесть из книги пророка Иеремии. Любимый мой пророк, или один из самых моих любимых для чтения из пророков Старого Завета, это как раз пророк Иеремия. И, кстати, в православной традиции его вспоминают как раз 14 мая. Мой день рождения. Поэтому мне это очень сильно понравилось в то время. Да, но и не только поэтому. А еще, кстати, первое чтение вообще в моей жизни из Библии было как раз вот чтение из этого пророка Иеремии. Это было, правда, в книге по атеистической литературе. Это было в одном из учебников по марсидско-ленинской философии. И там, значит, как раз антирелигиозный был раздел большой. И там была цитата. Были цитаты из Библии. И первая цитата, которую я прочитал тогда вообще в своей жизни, библейская цитата, была как раз... Там была внизу сносочка. Откуда была она взята? И там было написано, что это книги пророка Иеремии. Библия, издание там такого-то года, страница такая. И у меня тогда была мечта еще. Это было начало 80-х. У меня была мечта... Это было как раз сразу после алипиады 80-го года московской. И у меня была мечта тогда, что если найду настоящую Библию, то я прочту в контексте, что написано перед тем, что написано после того. Мне было очень интересно. И это меня как бы побуждало. Не то, чтобы я ценно-направленно занимался этим, я даже не знал, где можно Библию найти вообще в то время. Только лишь в 84-м году один мой товарищ, мы тогда учились вместе в одном училище художественном. Я художник по своей специальности, до церковной моей специальности. До 88-го года художник-оформитель. Я учился в училище художественном, заканчивал на училище художественное. И работал в мастерской как художник-оформитель. А в начале 88-го года моя жизнь очень резко изменилась, резко переменилась. И по другой пошел стезе, совершенно оставил мастерскую, оставил холсты, краски. Для художника это было очень большой жертвой. Знаете, для меня это была моя жизнь вся. Оставить всю свою жизнь, все то, чем я жил, все-таки 10 лет отдать. Значит, знаете ли, вот этой сфере обучения в училище и работе в мастерской. И это была моя жизнь. Знаете ли, но пришло время, и я это все оставил. Хотя очень было больно, конечно, тяжело. Но и мое новое служение тогда, это было служение уже в церкви. Я уже на полное время стал работать в храме чтецом. Читал, пел, наклеировал себя, руководил хором. Потом стал дьяконом. В начале 91-го года это уже мое было служение в Рязани. Как чтец работал я в Орловской области и в Московской области. Это центральная европейская Россия, получается все. И потом в Рязани. В сентябре уже стал священником в Рязани. И служил в Рязанской области священником. А потом в Брянской области поработал. То есть до 96-го года моя жизнь была с 88-го. Это жизнь традиционного православного священнослужителя. И моя жизнь была связана с Русской православной церковью, Московской области. Я себя вне этой церкви не мыслал. Сейчас я реформатор. Сейчас я обновленец. Тогда мне казалось это чуть ли не большая ересь какая-то. Если в то время меня об этом сказали бы. Но как перемена произошла в моей жизни через опять-таки Библию. В 96-м Господь мне слово развернул в Библии, в Слово Божьем. Но тогда, в 80-е, когда в 84-м году, вот мой товарищ Владик, его зовут, хороший художник очень. Он до сих пор хорошо выставляется, хорошо пишет картины. Но, к сожалению, пока еще не обрем веры, такой евангельской, библейской веры. Но мы тогда с ним вместе искали Бога. И вместе на пленэр ходили, вместе много очень проводили время. Вместе рисовали, писали и в училище, и вне училища. И вот как раз через него достал я Библию тогда себе. Но вначале это было на время только лишь. На один месяц вначале это было. Первый раз на один месяц. Потом в 86-м году уже на большее время. А уже в 88-м у меня была уже своя Библия, настоящая Библия уже была. Уже не надо было брать у него кого-то Библию. И о своем переживании скажу. Как раз книгу пророка Иеремии, почему я участвую сегодня, вот с этим свидетельством таким. Когда первый раз Библию читал, уже было, получается, начало 85-го года. У меня был месяц этого изучения, как раз на рубеже. Не очень удачное время было, потому что времени было мало для изучения Писания. Загружен был я очень серьезно тогда в училище. Нас нагружали хорошо. Хорошие были преподаватели. Но знаете, такое ощущение, что Бог сделал чудо. Я думаю, это было чудо на самом деле. Какое-то временное чудо. Как будто бы время раздвинулось. Потому что я, несмотря на нагрузку такую, успел прочесть Библию за месяц. И успел переписать. Из Библии очень многое. Из притчи, из псалмов много переписать. Потом Евангелия Матфея полностью переписать. И книгу Откривения полностью переписать. И также кое-что из посланий Павла. Из его коротких посланий. Вот как бы. И еще кое-что из бытия. Но это лишь фрагменты. Вот дай задание мне сейчас. Такое задание. Я не справлюсь с таким заданием. Но я с тех пор верю, что Бог творит даже временные чудеса. Некоторые люди, даже неверующие, это замечают в своей жизни. Даже неверующие люди иногда замечают, что время, оно как бы тянется. Оно вдруг как бы останавливается. Даже выражение того поэта. Остановись в мгновении. Иногда люди, даже неверующие, замечают, что время очень быстро бежит. А мы знаем из Библии, что время это творение Бога. И в своем творении он власть. И в его творении, находясь в временном измерении, мы тоже переживаем порой такие даже временные чудеса. И вот временное чудо такое было тогда в моей жизни очень серьезное. Наверное, единственное в моей жизни такое временное чудо большое. Когда за месяц успел прочитать Библию. И, конечно же, книгу Иеремии читал. И, конечно же, книга Иеремии была тогда для меня, скажу так, ну не знаю, как это правильно сказать даже, как голосом Бога, что ли. Вот так можно выразиться. Как голосом свыше. Я читал эту книгу и плакал. Я не мог сдержать слезы тогда. Читал тогда эту книгу. И потом, когда пришел уже к Новому Завету, у Иеремии как раз в 31 главе как раз говорится о Новом Завете. О Новом Договоре, да? Буквально с еврейского. Брид Хадаша, Новый Договор. И когда я дошел до Нового Завета и стал читать Новый Завет, Иван Грид Матфея. Знаете, это было... Я слышал много рассказов разных людей, которые жаловались порой, говорили, что мы не понимаем Иван Грид Матфея. Особенно первую главу. Она очень скучная. Такой-то родил, такого-то. Такой-то родил, такого-то. Но, знаете, у меня было другое совсем переживание. Это была для меня самая радостная глава вообще. Я буквально чуть не прыгал. Я поэтому Иван Грид Матфея переписал так, потому что первая глава для меня была самая великая глава. Потому что там, что не имя, то целая история. Вот откуда Иисус Христос. Не то, чтобы там, знаете, грубо говоря, с бухта-барахта, откуда он с неба свалился. Да, он с неба пришел. Но он пришел в историю народа. Что он часть истории своего народа. И не зря Духом Святым было сказано, что он есть не только свет к просвещению всех народов, Мессия, но он есть и слава народа своего Израиля. И, в общем-то, это отдельная история. Но книга Иеремии потом в моей жизни, она тоже сыграла очень большую роль. В 96-м году, когда я снова вернулся к Библии, будучи традиционным священником, забыв фактически Слово Божье, отойдя от него очень далеко, к сожалению, будучи священником, я, по сути, очень далеко отошел от Слова Божьего. И знаете, в 96-м, когда развернулся назад к Библии, к Слову Божьему, к Богу, то, наверное, как раз и на книге Поробе Иеремии, она для меня снова стала такой, знаете ли, как бы призывной, что ли. Призывной. И потом, через несколько месяцев буквально уже, в конце 96-го года и начало уже 97-го, когда уже, выйдя из, по единому соображению, выйдя из традиционной русской православной церкви Московской Блиархаты, я стал реформатором, то именно как раз книга Иеремии тогда для меня стала путевкой в жизнь реформации. Я видел во многих главах этого пророка именно, как бы, идею реформации. Реформация. Есть деформация, есть реформация. И я прочту из книги Рока Иеремии с 31-й главы. 31-й стих. Легко запомнить, да? Сегодняшние 4-й будет нам. 31-31. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Вот это меня тоже очень, и сейчас очень сильно касается, друзья. Хочу поделиться наболевшим, что называется, пережитым. В 96-м году, перечитывая вот эти строки, а я был тогда заражен очень опасной, считаю, такой инфекцией духовной, как антисметизм. Потому что, будучи священником традиционной русско-православной церкви, к сожалению, я принял многие доктрины, учения, антибиблейские, в том числе, теорию замещения. И вот, с этих слов начало просто рушиться в моем сознании вот эта теория ложная, замещение. Теория замещения, многие знают об этой теории, слышали об этом, по крайней мере. Это учение о том, что якобы Бог разлюбил свой еврейский народ навсегда, насовсем, все, больше нет никакой между ними любви. Раньше была любовь, но потом прошла любовь, как говорится, замяли помидоры. Однажды вот Бог взял и разлюбил якобы свой народ Израиля и полюбил другую. Церковь православную так рассуждал. Но это ложь. Дело в том, что если Бог однажды обманул, если он однажды свое слово нарушил, то, знаете, это уже не настоящий Бог, во-первых. А во-вторых, такому Богу даже свою временную жизнь я бы не доверил бы. Не говоря уже про личность. Если он однажды оказался неправ, а если он однажды обманул свою возлюбленную, которая клялся и вожился в своей любви, свой народ, он обещал никогда не покидать, то как такому Богу я могу доверить свою жизнь? И я понял, что это учение, оно замещение неправильно. И вот это слово как раз о Новом Завете, с кем заключает Новый Завет? Бог. С Домом Израиля и с Домом Иуды. Это потрясающе. Новый Завет. И, знаете ли, я был в плену таких греко-римских вот этих юридических представлений. Если в греко-римском, допустим, финансовом деле, правовом, да, поле, значит, культуре, религии, философии, да, римской, греческой, если заключается Новый Договор, то по праву старый, он аннулируется напрочь вообще. О нем можно забыть, его можно порвать. Но не так в еврейской системе. Когда я стал через еврейскую культуру читать это слово, позже изучать его внимательно, я понял, что мне нужно просто отказаться от греко-римской философии, чтобы правильно понять Библию. Чтобы до конца уяснить для себя, что же, прояснить для себя, что же Бог говорил здесь или говорит там. И оказывается, что если я бросаю греко-римскую эту систему ценностей и философию, а принимаю еврейскую, и еврейскими мозгами и глазами читаю Библию, она по-другому читается совершенно. И Новый Договор это не то, что полностью аннулирует, отказывается, в старом отказывает себе. Оно выявляет новое, старое. Оно являет ему, оно проявляет. Знаете, как раньше у нас в училище было фотодело, и там все эти закрепители занимались этим фотом. Тоже раз была своя фотолаборатория, и у меня была отдельно своя тоже фотолаборатория, занимался тогда этим. У меня был свой аппарат хороший, Зенит, тогда советский. много этим занимался. И тоже, но в основном черно-белой я фотографией занимался. Очень любил и сейчас люблю черно-белую фотографию. И вот, знаете, когда, казалось бы, волшебство, просто бумага, и вдруг раз оно проявляется, все вещи, вещи, вещи. Вот ты смотришь и видишь это чудо, является изображением. И вот Старый Завет и Новый Завет это не разные фотографии, это одна же фотография, только более явленно. Когда Мессия пришел, он не сказал, все, вы можете забыть 10 заповедей вообще. Как у этого Карла Маркса, Фридриха Энгельса, жены теперь общие, дети общие, один сплошной коммунизм. Нет, он сказал, даже если кто смотрит на женщину с вожделением, уже с ней прелюбодействовал сердце свое. Он не говорил, теперь можно воровать, запросто не слушаться родителей, он не говорил об этом. Мессия ни одну заповедь не нарушил и не учил нарушать, он наоборот, он говорил, что смотрите, он хочет эту заповедь явить в своем, как бы, ну, апогее, в совершенстве. Удивительно. И Новый Завет, новый договор с Домом Израиля, с Домом Иуды. И дальше сказано, не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот Завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его и буду им Богом и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконий их и грехов их уже не воспомину более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставал луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваов имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено верху и основание земли исследовано внизу, то и я отвернувся племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Удивительно, Божья любовь. Сегодня исследовано ли небо вверху? Земля исследована ли внизу? Сегодня ученые, знаете ли, уже просто ухмыляются над тем самомнением научного мира, допустим, начала 20-го столетия или конца 19-го когда людям казалось многим науке, что почти все тайны разгаданы уже планеты? Почти все мы знаем. Но вот это самомнение сегодня вызывает лишь ухмылку, потому что сегодня, еще сто лет назад люди так верили в теорию Дарвина, что мы-то обезьян произошли и прочие глупости. Сегодня уже ни один серьезный ученый это серьезно не воспримет, лишь как с иронией. Сегодня другие совершенно уже конечно же идеи возникают, сегодня многие говорят, что там инопланетяне нас создали, многие избегают самой идеи, понятия, что есть Бог, который создал нас. Но Библия учит нас, что мы не от обезьян и не от инопланетян, мы от Бога. Что Бог создал первых прародителей наших Адама и Еву. Что Он вдохнул нас в жизнь, Он дал нам жизнь, Он наш Создатель. И душа наша успокоится не на Альфа Центавра, не где-то еще, не назад в пещеры. Наша душа успокоится только лишь тогда, когда мы знаем нашего Творца, когда мы возвращаемся к Нему. И мне так нравится, что как раз в еврейском языке слово покаяние означает буквально возвращение. Пора вернуться домой. И когда любой человек, любой покаявшийся человек, возвращенный, он ощущает это возвращение в своей жизни, он переживает это возвращение. Независимо от конфликции даже, скажу так, это наблюдается в разных, скажу так, в разных церквях, общинах, очень разных. Но везде это есть как бы нечто общее в этом всем. У всех покаявшихся, возвращенных к Богу, возникает чувство такое, что ты вернулся наконец-таки домой. И обычно люди так начинают думать, а где я была раньше? А где я был раньше? Почему я раньше не познал его? Почему раньше я не узнал его? Почему раньше мы не встретились вообще с ним? Если бы я раньше знал, я бы жил совсем по-другому. Так многие люди говорят. Неважно в каком возрасте пришедший к Богу. Я такое говорил в раннем возрасте, по милости Господне, хотя вырос я в атеистической семье, отрицавшей Бога. Кстати, вот по отцу я еврей, хотя это, ну, галафически это не еврей означает, но как бы, ну, все-таки, по отцу еврей, по матери татарин вырос русским. Вот как бы это, сегодня, как же кичал, можно кричать, кто же я? Но, в общем-то, но сегодня я не ломаю голову вопросом, кто же я? Я знаю, кто я, потому что я уверовал в Мессию. Я знаю, что я новое творение во Христе Иисусе. Хотя по крови коктейля такой, знаете ли. Но, и мама, и папа, они были полностью атеистами, отрицали Бога. И в наших семьях, вот наши бабушки, дедушки отрицали Бога как такового. Вот, и папины родители, вот они были гершели когда-то, потом стали журлевы, но они отрицали Бога напрочь вообще. Даже при том бабушка была такой убежденной старой сталинист, такой, знаете ли, была. Очень даже такой преданной. Это надо было просто видеть. Лишь перед смертью она покаялась где-то за полгода до смерти. Ей было уже за 90. Она бы прожила бы ей, наверное, больше 100, 100% прожила бы, но ее просто сбила машина. Вот, значит, и она оказалась в первую жизнь на больничной койке. Уже было за 90, но она никогда не кашляла. То есть, это была очень такая крепкая женщина, очень крепкая была и, как бы такая железная леди, как ее называют. Маргарет вечер отдыхает там. Вот, и дедушка родной, он тоже еврей и он тоже был сталинистом, убежденным сталинистом был и партийного работника был, он был офицером, как называется, НКВД назывался в то время, НКВД, полковник НКВД был до войны еще и он был очень ревностный такой был. Вот, хотя та идеология, в которую он верил, она его и как бы, значит, предала потом. Вот, но он в это очень сильно верил. Потом бабушка вышла за второе замуж, уже за полковника тоже, только уже КГБ называлась уже эта система. Вот, потом третий раз тоже за КГБшника. Вот, значит, и она сама была такая была бабушка и что-то. Вот, но, слава Богу, она пока примирилась с Богом перед тем, как уйти в вечность и Бог ее смягчил сердце, конечно, слава Богу за все это. Но, мои родители отрицали Бога и они, скажу так, были очень шокированы вот моим поступком, радикальным таким, когда я пошел в церковь работать уже на полное время, не просто ходил уже в церковь, заходил там, помогал священнику, а уже полностью уже на работу, не просто раз в неделю, а уже каждый день уже был там в храме на зарплату, то, знаете, конечно, родители тогда очень сильно болезненно переживали, даже отрекались от меня, в то время они отрекались и даже говорили, ты нам больше не сын, все, мы потеряли сына, наш сын умер, вот, и некоторые годы было очень тяжело разрывы с семьей переживать, вот, мама говорила, лучше ты был бы пьяницей, лютеревочей, но только неверующей, мы растили, поили тебя, кормили, для кого, для попов, чтобы ты попом стал, конечно, это было, для нашей семьи, это было очень тяжелым таким переживанием, и мама и папа были, конечно, в шоке, тогда вот, от того, решения моего, но я не мог иначе, я не мог иначе, потому что моя жизнь без Бога, я не видел, не мыслил абсолютно, и у меня в раннем возрасте было переживание Бога, 13 лет, не полно даже, вот такая, как есть еврейская традиция, бармицва такая, да, знаете, из-под мицва, едет бармицва, и вот у меня такая была бармицва небесная такая, знаете, я не знал до того, до 13 лет, я не знал, что Бог есть вообще, что Он существует где-то, вот, и ноль, совершенно, теории, не религиозные, какой там, не христианские, не еврейские, не мусульманские, никакой, абсолютно ноль, и знаете, потому что и мама, и папа, которые, они были полные атеисты, отрицали Бога, вообще любого Бога, и все божественно отрицали, но я пережил с ним встречу, в экстремальных условиях, как и многие тогда люди, и сейчас тоже, в экстремальных условиях пережил Бога, я умирал, я знаю, что это смерть, вот, выход из тела, и все, что с этим связано, я тогда умер в пневмонии, двустороннее воспаление легких, а, кстати, в Назарите меня научили молитву, такую интересную, значит, там, с Хаев, один, Ромин, так был, он молился такой молитвой, значит, достанем телефон, давайте помолимся, я так, надо же, ну ладно, тоже достал телефон, и он молится, а, Мазин, Леон Мазин, и он еще молится, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь, и повелевший ее отключать во время служения, и все начали, я так помолился, мне так понравилось тоже, и потом, когда уже в Киеве, был у себя в церкви, братья, достанем телефон, и помолимся, все так, переглядываются, что за новая молитва такая, перед служением, благословен Бог наш, давший нам мобильную связь, и повелевший ее отключать, во время служения, здорово, По действительному молитвам. Да, господа. И что произошло в моей жизни, я об этом хочу тоже посвятительствовать. Проставить Бога хочу этим самым. Потому что я не знал Его, Он меня нашел сам. И я пережил встречу в экстремальных условиях, я пережил смерть, очень тяжелую смерть от пневмонии. Оба легких моих оттекли, и врачи не смогли спасти меня тогда. Но это все к лучшему, как потом оказалось. И меня выдавливало из моего же тела. Я не знал, я понятия не имел, что есть душа, тело, что душа уходит из тела. Даже таких примитивных, каких-то голливудских представлений не было. Вообще о душе, о загробном мире каком-то там и прочее. О Боге тем более. Но для меня сразу практика началась. И меня выдавливало из моего тела. Более подробно, это можно на ютубе посмотреть, там есть мое свидетельство. Просто наберете там архиепископ Сергей Жаулев или реформаторский православный церковь. Попадете как раз на какие-то наши странички. И я в этом много одно время свидетельствовал тоже, об этом переживании. Потому что переживание было очень таким сильным. Прошло много лет, но до сих пор, знаете, я не могу забыть этого и не забуду никогда, я думаю. Потому что это, ну, самая первая встреча с Богом, она самая незабываемая. Тем более, особенно такая была экстремальная такая, знаете ли. То есть, когда меня выдавливали из тела, я испугался, я знал, что это смерть. Но я даже приличная не испугался. Меня просто как парализовал страх этот. И я понимал, что смерть, потому что меня уже не было в ногах уже к тому времени. Меня просто выдавило из ног и потом стало дальше выдавливать. Знаете, как будто бы из тюбика пасту выдавливало. Это было шок для меня, просто шоковое состояние. Потому что я не предполагал, что я нахожусь внутри себя же. И в Библии говорится об этом, но я не знал ничего об этом. И потом, когда дали лужу на грудь, я, знаете ли, подумал по-взрослому уже так. Не знаю, но умирал я уже со взрослыми мыслями такими. Зачем я жил, для чего я жил. Ответов ноль. Никаких не было для меня ответов. Только лишь обида была. Обида, что завтра мои сверстники будут в школу, а мне не будет. Что природа несправедлива. Что-то такое мне вспоминалось. В голову приходило. И все. И обида была. И все. И когда стал давить на грудь, я стал хрипеть. Было очень больно вдруг. Оно и было больно, но стало прям очень сильно больно. Стал давить на грудь. И я не понял, что я умер. Когда умирал, я понимал, что я умер. Умираю. Но когда умер, я не понял, что я умер, честно говоря. Потому что я не перестал существовать. Вот чем дело. Для меня был сюрприз первый, что я не исчез. Я не растворился. Я не испарился. Знаешь, как туман какой-то. Я себя, правда, не рассматривал. Как многие рассказывают люди, возвращаясь оттуда. Я слышал с тех пор много рассказов. И даже разговаривал с теми людьми, которые были по ту сторону жизни, будем так говорить. Один из них даже у меня в гостях был. Мы в Киеве когда жили. Борис Филипчук к нам приезжал тогда. Он рассказывал свои свидетельства в Киеве в то время, в церкви. И мне было интересно с ним поговорить. Просто закручу чая, чтобы порасспрашивать о некоторых вещах, о которых в церкви, может быть, даже и не спросишь. Или же не расскажешь, может быть. И на самом деле он мне тоже сказал такие вещи, что в личной беседе приватной, что это не секрет информации, он говорит, нет проблем, можно об этом говорить. Что многие вещи, о которых переживаешь там, невозможно нормально рассказать. Даже имея опыт определенный. Вот я сейчас проповедник, архиептископ. Но до сих пор мне очень трудно рассказывать о том, что я видел там. Потому что это, ну, не с чем даже сравнить. Есть кое-что узнаваемое, а кое-что очень даже много неузнаваемое. Допустим, там, вот первое, что сразу, я очень хорошо соображал. Там очень хорошо думаешь. Очень хорошо соображаешь. Там ты очень быстро думаешь. И там ты, то, что ты думаешь, это сразу как будто бы говоришь. То есть там нет такого, чтобы подумал отдельно, отдельно сказал. Там сразу. То, что ты думаешь, это сразу все знают. Кто все, я не знал. Но я знал, что все. Но я знал, что я перед Богом. Кто мне это сказал, я до сих пор не знаю. Или я сам надумался. Или это понял. Или это мне кто-то сказал. Но я знал, что это Бог. Что я перед Ним сейчас. И что могу лишь описать в том, что я видел. Это любящий взгляд. Вот он меня очень сильно поразил. Любящий взгляд. И это такая любовь, которую нельзя просто передать. Тогда вот ни с мамой, ни с папой, ни с чем, ни с кем я не мог это сравнить. Вот. Ранее детство у меня были друзья-собаки были. Вот. Знаете ли, вот это может, ну как бы, не поймите, это превратно. Но как бы есть любовь к животным, которая бывает, ну как бы, очень такая сильная любовь. Знаете, вот, я, мне было там, допустим, 4 года, 5 лет. И у нас была собака, которая очень сильно меня любила. Так, что прям вот, ну как бы, за меня душу полагала. Вот реально. Значит, и она как бы меня облизывала всего. Я у нее часто засыпал. В будку залезал к ней и засыпал. Меня один раз искали полдня. Уже в милицию хотели обращаться. Уже пропал. Сын пропал. А я, кажется, к собаке залез и уснул на ней. И она хоть бы что, она вот даже не пугала меня. Не будила, представляете? Так это любовь Бога, если так, ну, грубо сравнить. Она больше чем любовь собаки, любовь человека, любовь мамы, папы. Кого угодно вообще, что угодно. Это невозможно сравнить ни с чем абсолютно. Это, знаете ли, это любовь другого рода совсем. Это здесь на земле как будто бы это, как бы, отображение чего-то. Вот того, что здесь на земле ощущаешь ты. У меня только было первое чувство, оно как бы так было. Мне обиды было. Обида, странно, но возникла у меня внутри обида такая, что надо же, а я не знал, что Бог есть. Мне было обидно, что мне никто не сказал. Меня обманули, я так подумал. Меня обманули, мне не сказали, что Бог есть. Вот. И, ну, эта обида быстро ушла, потому что было очень хорошо. Ну, и еще вопрос такой у меня был. За что? За что мне, может, так любить? Потому что я видел свою жизнь. Вот то, что люди рассказывают многие, возвращаясь оттуда, это правда. Я тоже об этом свидетельствую. Я видел свою жизнь на самом деле. Вот. И это не то, чтобы камера снимает там или там лежит. Нет, это просто видишь ее и все, какая она есть. И там понимаешь все по-взрослому. Я умирал, мне даже еще не было 13 лет. Не полных было 13 лет. Но, знаете, я никогда в жизни до того я не думал так по-взрослому, как там. Но не все, наверное, по-взрослому, но очень многое по-взрослому понимал. И было очень неприятно. Мне казалось, что я самый плохой мальчик, который жил на земле вообще. Хоть провались сквозь землю, не знаю, куда там исчезли. Потому что мне было так неприятно. С одной стороны, он очень такой хороший, он такой добрый вообще. А моя жизнь была совершенно другая. Я жил только для себя. Вот даже то доброе, что было там мне в этой жизни, это я жил только для себя. Это тоже, хотя прошли годы, и он уже много забывается, как бы. Но вот эта импрессия, как художник говорят, впечатление, оно сохраняется на всю жизнь, наверное. Как некий такой камертон такой духовный, знаете. И я понимал тогда, когда находился там, в том состоянии, я понимал, что у меня поезд ушел. Что у меня была возможность жить по-другому, так или иначе, допустим. Но я прожил ее вот так, вот как я прожил. И было очень неприятно. И настолько неприятно, горько так было вообще внутри. Печально так, это не передать. И я только одно мог говорить. Прости меня, пожалуйста. Я только просил прощения. Я не знал, что Бог может прощать. Я не знал такой теории. Просто это интуитивно было. Потому что вот такой любящий Бог и такая моя жизнь, в ней не было ничего от Него вообще. В ней не было ничего абсолютно от Него. Я только одно мог говорить, прости, пожалуйста. Вот как-то так вот обращался к Нему. И дальше переживал чудо. Это было первое в моей жизни такое чудо потрясающее. Знаете, вот как бы невидимая рука такая стирала вот эту мою жизнь. Удаляло. И притом так удаляло, что вот с компьютера удалишь, допустим, и он еще говорит, удалить да или нет, да. Корзина там, да или нет. Он еще сомневается удалять или нет. Вот, значит, а здесь так удаляет, что даже такое было чувство, такое ощущение было такое у меня. Вот спроси Бога сейчас, а помнишь вот что было? Он, такое ощущение, что он мог как бы о чем-то вообще. Как бы, ну, напомню, я не помню такого. То есть вот такое было чувство, что даже, напомню ему, он даже как бы напрочь забывает об этом. Вот настолько это все было потрясающе. Стерто. И только одно нельзя было стереть. Это было больше, наверное, даже не то, чтобы на картинке, это было внутри меня. Обида в том, что у меня была возможность прожить немного по-другому как-то все это, а я бы не мог это исправить. Вот, это было обидно. Это нельзя было стереть, я так понимаю, уже. И вдруг я понял, что я буду еще жить. Значит, и до сих пор не знаю, это кто. Либо сказал мне кто, либо это я сам догадался. Но я понял, что я еще буду жить. Я еще так подумал, а если я еще столько же проживу, перезимок снова приду сюда. Сколько мне будет лет тогда, когда я снова приду сюда? 25-26 лет, я думал, каким я старым буду. Мне казалось, это старый человек. А почему? Потому что вот оттуда видишь совсем по-другому эту жизнь вообще. Кстати, многие христиане, евреи, многие считают, что там как бы за порогом смерти, там как будто бы, знаете, как будто облачка. Как будто бы все так сказочно, нереально как-то, знаете ли. Но, знаете, вот удивительно, я тоже об этом свидетельствую, что там более реально даже, если можно так выразиться, чем здесь. Вот у меня было такое чувство там, что вот как будто 12 лет своей жизни, я просто проспал, а теперь вот я проснулся. А знаете, почему мне захотелось снова заснуть? Для чего? Снова жить. Потому что там вот я не имел возможности что-то исправить. А проживая по-новой, да, я мог бы что-то изменить. Правда, что я не знал до конца, но я понимал, что я буду жить по-другому. Я понял, что вот эгоизм там не приветствуется. Наоборот, это очень сильно осуждается там. Как бы это очень нехорошо. Что вот когда, вот те эпизоды из моей жизни, где я как-то любовь проявлял, допустим, да, это очень хорошо было. И наоборот, то, что для себя только лишь было, это там было очень плохо. И я понимал одно, что я должен, когда снова приду сюда, чтобы не позориться, чтобы уже увидеть что-то хорошее в себе, я должен, значит, ну, во-первых, я не позориться, потому что я знаю, что теперь что Бог есть, то я жил, что я не знал, что Бог вообще существует. Вот, а второе, что у меня есть возможность работать над ошибками. И еще, такое было тоже, ну, есть, ну, как бы немного. Еще тогда я, по-моему, сказал такие слова, как бы подумал, сказал, что если я буду еще жить, то я думаю, буду такие картины рисовать, чтобы, а я ходил в школу, в обычную, и в школу художественную ходил еще. То есть, я сколько себя помню вообще, там, с 45 лет я все время с карандашом был, с кистями, и там, это была моя жизнь была. И я думаю, если я буду еще жить, то я думаю, буду картины такие писать, рисовать, чтобы люди смотрели и лучше становились. Вот, и это Богу очень сильно понравилось, это я понял сразу. Ему это очень сильно понравилось. Вот, и вы представляете, потому, когда я уже вернулся, то, как бы, с каким энтузиазмом я бросился, конечно, в творчество. До того я в школу художественную ходил, но, знаете, у меня не было такого сильного стимула. Мне понравилось, да, но, как бы, без фанатизма. Как бы, а здесь, после этого момента, все это настолько перевернуло, что я буквально летал просто в школу художественную, и просто все хватало на лету. Просто я знал, что я должен буду рисовать картины такие, писать, чтобы люди лучше становились, чтобы они немного увидели из того, что я понял тогда. Ну, пусть я на своем уровне, но я понял это очень четко тогда. И вот, когда я вернулся, конечно, с первым человеком, когда я уже полностью зашел в свое тело, это было очень медленно, но вот эта смерть, которая стояла надо мной, в виде такого, это не в виде, а в чувствованиях таких, я не видел это глазами, но чувствовалось, как будто большой каток, которым асфальт катают, только ледяной. И я знал, что это смерть. Но самое интересное, она неподвижно стояла, она не двигалась вперед больше. Вот я хрипел, больно было, но она не двигалась. И я понимал, что вот Бог, с которым сейчас я пережил эту встречу, Он сильнее, чем вот эта смерть. И знаете, потом эта смерть стала оступать. Каток стал продвигаться назад. Это был такой восторг, это не передать. Вы знаете, Бог, Он сильнее, чем смерть. Мессия сказал, в 11 главе, на Куяна, 25 стихе, «Я есть воскресенье и жизнь. Слава Богу». И верующий меня, да, даже не умрет, а живет. И, господа, вот пусть Бог благословит сегодня всех собравшихся, но особенно тех, кто, может быть, еще не примирился с Богом. Знаете, мне повезло. Я считаю, мне очень повезло в жизни, потому что мне просто представить страшно, что могло бы быть дальше в моей вечности, если бы у меня не было бы шанса вернуться. У вас сегодня шанс есть примириться с Богом, не выходя из тела и не переживая стресс, которую я пережил в своей жизни. И больше того, есть большее блаженство, потому что написано «блаженно не видевшие, но уверовавшие». Иногда, несколько раз так было в моей жизни, я даже иногда позавидовал тем, кто ничего этого не видел, то, что я видел. Которые, знаете ли, верят, не видев ни Бога, ничего не видев вообще, не побывав на том свете. Они верят, просто верят. Знаете ли, я иногда по-хорошему несколько раз так позавидовал даже к этим людям, потому что они более блаженные такие люди. Они и получают, и здесь, и там гораздо больше, чем могут себе представить люди, которые пережили. Но те, кто пережил что-то в своей жизни, такой стресс определенный, как я пережил, допустим, на нас тоже ответственность определенная. Говорить этому миру, напоминать этому миру о том, что, знаете ли, эта жизнь, с момента завершения она не заканчивается вообще, она вечна, эта жизнь. Потому что Бог наш, Создатель, Он вечен. Я не знаю, не берусь в суде сейчас, что там находится, что там расположено, но я что видел, то я и говорю вам. И напоминаю о том, что Писание говорит нам, что всем нам должно явиться в присудилище Христова. Чтобы получить соответствие тому, что мы делали жилья в цели доброй или худой написано. Да, спасибо. И это и есть страх Господний. Но даже такие переживания, они далеко не все для человека. Должен быть завет Бога с нами записан в наших сердцах. Завет, который действительно назван Новым Заветом, потрясающим Заветом. Новый Завет. И Новый Завет, он записан кровью Мессии. Кровью Агнца Божьего. Когда пришел Иисус на Иордан, то Иоанн сказал о нем, это и есть Агнец Божий, который берет грехи мира на себя. И однажды Мессия совершал тогда пасхальную трапезу, последняя, последняя пасхальная такая трапеза была Ветхого Завета и уже первая, уже Нового Завета. То после вечера он взял тот бокал, эту чашу и сказал, это и чаша есть, Новый Завет в моей крови. И после вечера еще кусочек, что оставался там хлеба, афикаману, и говорит, это есть тело мое, мое тело. Вообще пятый бокал, пятую чашу до Мессии никто не поднимал вообще никогда. Да и сейчас, в принципе, в мессианских, даже в многих общинах, ну, в артодоксальных 100% не поднимают пятый бокал. Его обычно сейчас называют бокалом Ильи вообще. Но во времена не таламудического иудаизма, а во времена того еще библейского иудаизма, когда храм существовал еще, и жертвы приносились в храме, то этот бокал назывался пятой чашей Маши, афа самого, чаша Мессии. Считали, что сам Мессия должна даже бокал поднять и царство свое провозгласить. И представьте, какая революция творилась в сознании вот этих собравшихся его друзей, апостолов, что он сказал, это есть чаша, Новый Завет в моей крови. И вот через кровь Христа, через кровь Агнца Божьего, мы все, евреи и неевреи, мы все входим в Новый Завет с Богом. Новый Завет с Домом Израиля, с Домом Иуды. Сегодня Бог хочет совершить Новый Завет с нами. И те, кто не вошел еще, из присутствующих, не вошел еще в Новый Завет, добро пожаловать. Войдите в этот Новый Завет, Новый Договор. Новый Великий Договор с Богом. Через кровь Мессии, через кровь Агнца Божьего. И апостолы Христа, они очень четко веру декларировали, говоря в деяниях апостолов, написано, что ни в кого нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. И больше того, сам Мессии сказал, записано у Иоанна, в 16 главе, в 6 стихе, что я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа. И еще нашех. Слава Богу. И еще скажу, что у нас есть время еще вообще. Да? Да, слава Богу. А впереди целовечность еще, да. Хорошо с вами. И хорошую новость, так сказать, или плохую сейчас. У меня есть и то, и другое сейчас. Иногда я проповедую, когда, бывает в поезде, там, или в самолете, в автобусе где-то, то, значит, в электричке, я, значит, говорю многим людям, у меня есть две новости для вас. Одна хорошая, другая плохая. Часто так проповедую. Если говорят, какая плохая в начале новость, я говорю, ну, все согрешили, все грешники, и все очень плохо. Рассказываю в подробностях об этом. И из Писания, и из жизни. А в чем же хорошая новость вообще-то? Что есть Бог на свете, который не на нас крест поставил, а ради нас отдал своего Сына на крест. Который любит нас. Который, на самом деле, хочет, чтобы все ее спаслись и достигли познания истины. И вот, и хорошую, и плохую новость, о чем он сообщит сейчас. Одновременно, Мессия говорил сразу, и хорошие, и плохие новости. Он говорил, что тесны врата, и узык путь, ведущий в жизнь вечную. Немногие находят его. И он говорил, что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут им. И знаете, за эти два тысячелетия много, как говорится, воды утекло. Много что изменилось. Но вот эта страшная и прекрасная правда, она та же осталась. И сегодня, в наши дни, когда, как говорится, космические корабли бороздят уже просторы Вселенной. По-прежнему так же. Человек даже и на околоземной орбите, он такой же грешник. И даже ступавший на Луну человек, тот самый Армстон, Армстон, да? Ну и умерший, который. Он говорил как раз, что человек даже и на Луне, ступив на Луну, он такой же грешник, нуждающийся в Спасителе Господе Своем. Вот нам раньше говорили, вот Гагарин летал и говорил, что Бога нет. И все сказали ура, значит, все товарищи были очень довольны, конечно, этим всем. Хотя не вся правда была. Сегодня уже из архивов, уже КГБ, уже материалы публикуются, допустим, о том, что все-таки Гагарин сообщил, что не только Бога нет, но что все-таки кажется, что все-таки что-то есть. И даже есть версия, что поэтому он попал в том, где милость, как бы сообщив такую информацию дополнительную между строк. Но вообще-то, на самом деле, даже летая на околоземную орбиту, человек порой гордится, да. Но Спаситель у нас один лишь, Господь Иисус Христос. Ишуа Машиа. Он стал действительно, вот как в нашем земном измерении, как некогда он был в небесном измерении. Написано в постаме к евреям, в первой главе, что однажды Всевышний Бог, когда вводил первородок во Вселенную, он сказал, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Удивительно. И вот в том ангельском мире Слово Божье произвело такую удивительную работу, да. Первородный, он стал, как бы, для кого-то камнем соблазна, преткновения, а для кого-то камнем основанием стал. В том мире он сломал чудо-теологию уже, сложившуюся уже ангельскую теологию определенную. Свои мировоззрения сломал чьи-то. Кого-то он очень сильно огорчил, даже своим фактом присутствия своего, что первородный, каким-то образом он был закрыт, получается, от мира всего ангельского. Каким-то образом ангелы жили, какую-то часть вечности, и жили, не дужили себе, они знали Бога, и Бог знал их, но они не знали, что есть первородный. И вот однажды, когда первородного вводил во Вселенную Отец, он сказал, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Я так понимаю, предполагаю, что как раз у тех, у кого были проблемы с этим поклонением, вот и возникли большие проблемы с отцом. И те ангелы, что не прошли тест на эту проверку, у них были большие проблемы. И вот однажды первородный вошел не просто во Вселенную ту, ангельскую, а во Вселенную нашу человеческую. Два тысячи лет назад пришел к своим, свои не приняли. Но тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не просто от плоти и крови, родились от Бога. Не просто дети Авраама по плоти, но дети Авраама по духу, которые не просто обрезаны, обрезаны рукотворным и кошерны во всех отношениях, но которые действительно кошерны в глазах Бога, праведностью Бога самого, которые обрезаны обрезанием Мессии самого. Удивительно. Я так понимаю, что Бог два тысячелетия назад совершил великое чудо, которое трудно вообще переоценить. Это великое чудо. И Иисус, Ишуа, Джейзис, люди с благороделением произносят это имя, вообще, знаете ли, на разных языках, разных наречиях. Сегодня более популярной личности во Вселенной не найти вообще, в нашем мире цивилизованной. Спросите. Более популярной, более известной личности не найдете. Это имя повторяют и со страхом, с трепетом, с любовью, с ненавистью. Но это имя повторяют, постоянно повторяют. Два тысячелетия спустя, сегодня его имя самое популярное во всей Вселенной. В нашем земном измерении 100%. И, знаете, друзья, хочется сказать, чтобы его имя сегодня покорило еврейские сердца, покорило не еврейские сердца, всех, всех людей. Чтобы его имя сегодня прославило Израиль, народ его. Потому что он есть свет в просвещении всех народов. И второе, слава народу своего Израиля. И я знаю, что вот эта часть вторая, его прочность, это прочность во нем, должна исполниться так же. И она исполняется в наши дни, в наши глаза. И в прочтенном фрагменте из Иеремии слова о том, что его завет вечный, его устав вечный, его любовь вечна. Бог на все века. Он говорит всем, и евреям, и не евреям, всем всем людям этой вселенной и говорит. Для чего он, собственно, и создал еврейский народ, родил. И без того много народов. Народам больше, народам меньше, казалось бы, зачем еще один народ создавать? У Бога и без того много народов было. Но он нашел Авраама, тот родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил патриархов. Еще один народ родился, чтобы этому миру говорить, что Бог есть, и Бог любит этот мир. И Бог не отрекся от этого мира. Бог по-прежнему обожает этот мир, любит этот мир. Он настолько любит, что даже отдал своего сына за нас. За этот мир. И как в одном псалме Иоанн Георгийском поется. И если Бог любовь забрал на миг, то этот мир давно бы уже погиб. Это, кстати, первый протестантский псалом, который я слышал в своей жизни. В 96-м году, когда я познакомился с протестантами, познакомился с писятниками, с харизматами, то первый псалом, который я слышал в своей жизни, был именно как раз об этом. Там слова такие есть. Любовь Христа безмерно велика. Начало нет и льется, как река, и как волна лопзает берега, и глубоко, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, И как спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей, скорей тебя он ждет, давно стоит у каменных ворот. Стучит к тебе, открой, уже пора, прими любовь без лата серебра. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить. Аминь. Слава Богу. И, братья и сестры, Еще раз скажу вам, наверное, пару эпизодов, если вы не против, засвидетельствую. Потому что такая информационная часть Израиля, церковь будет все-таки именно как раз сегодня и завтра вечером. Но сегодня 5 часов, да, получается? А завтра в 3 часа по полудню, да? И, но сегодня, я вообще думаю, так, тем более, если первый раз, то надо все-таки, наверное, свидетельствовать, наверное, больше. И, как Бог хранил, оберегал, благоставлял. И, я думаю, каждый верующий, каждый христианин, он есть с чем поделиться вообще, что Бог совершает в жизни его. И вот в моей жизни Мессия совершал чудеса, потрясающие чудеса, избавления. Вот, и одно из таких потрясающих чудес избавления, это было уже в Советской Армии. Два года было чудо, фактически сплошного чудо, что я выжил, что я освободился из армии, по сути, я даже не увольнялся, освобождался из армии, из карцера. Значит, и, в общем-то, очень непростая была жизнь в армии, потому что, ну, так, угодно. Получилось, что я попал в такие войска, такие, как бы, элитные войска. Вот. Отец настоял именно на этом, как бы, чтобы меня в армии перевоспитали. Отец говорил, из него всю религиозную долю вышибут, вернется нормальным советским человеком. Это была идея отца, значит, чтобы я служил в армии, чтобы из меня вышибли религиозную долю. Значит, и, в общем-то, знаете ли, в советской армии пережил несколько чудес, таких очень сильных. Но самое потрясающее чудо было, как раз самое последнее армейское чудо. Это, когда в карцере ко мне пришел Иисус туда, в карцер, и помог мне очень сильно, благословил меня. Потому что у нас первые полтора года была еще нормальная у меня служба, более-менее нормальная. Потому что ротный командир, он за меня заступался часто, и он меня очень любил. Хотя был атеист, коммунист, но заступался часто за меня. Вот, и наша рота вообще образцово считалась в полку. В полк было обеспечение учебных процессов при курсах выстрелов офицерских. То есть у нас было больше полковников, чем рядовых, понимаете, значит. Поэтому пять генералов постоянных, как бы, и плюс два полковника на должности генеральских было. То есть, в принципе, курсы были на высшем уровне в то время в СССР. Значит, и учились у нас фактически террористы со всех стран мира, фактически, советского блока. Это и не только советского. Это почти вся Африка училась у нас, значит. Это и Куба, и это и Китай, и это и Вьетнам. А также и иранские офицеры у нас учились, проходили подготовку. Батальон уранский у нас дислоцировался тогда, в Москве. Вот, значит, это, по сути, подробная работа, диверсионная работа на вражеской территории. Это они изучали по полтора, по два года тоже вместе с нами. Значит, и, в общем-то, оружие было и не только советское, но также американское, израильское было оружие. Значит, и, в общем-то, очень много было и интересного, нового, о котором я понятия не имел. Из программ служу Советскому Союзу об этом не говорили ничего абсолютно, об этих вещах. Ну, последние полтора года, последние полгода, вернее.